Комплекс ледорезных работ стартовал еще в середине марта. Основные усилия были направлены на реку Сухана. В настоящее время ледорезные установки пилят лед на Северной Двине. Несмотря на поздний ледостав и отсутствие сильных холодов, лед на реках района достаточно прочный. Местами толщина достигает от 40 до 60 сантиметров. Ближе к берегу наблюдается небольшая зашугованность. Сейчас идет весна, очень бурный снег тает, но за выходные буквально снег упал только на реке, снег засел, а пока на структуру льда он не влияет. Будем надеяться, что дальнейшие осадки, тая-тая-тая начнет поднимать лед и мы уже будем выходить к началу ледохода. В зависимости от поворота реки, а также учитывая затороопасность того или иного участка, специалисты делают резы ледового поля. По словам спасателей, в настоящее время проведение превентивных мероприятий идет в штатном режиме. В ледорезных работах задействованы 4 ледорезные машины, 2 баровые установки и 20 человек личного состава. Все они трудятся на территории двух районов – Котловского и Великого Усть-Ускова. Продолжается и проведение взрывных работ. Ежедневно специалисты выезжают на затороопасные участки рек района и проводят подрывы ледового полотна. В зависимости от толщины льда, его структуры и зашугованности, взрывники закладывают разное количество взрывчатого вещества, чтобы добиться максимального эффекта. Видно, что в местах, где проведены подрывы, идет течение, идет вымывание майн-зарядов, то есть местами течение очень бурное. Будем надеяться, что ближайшие дожди, потепление, они также помогут, способствуют размытию майн и, соответственно, это все даст определенные результаты при проживании ледохода. Что касается чернения льда, то эти работы выполнены на площади 20 тысяч квадратных метров. По словам сотрудников районной администрации, силами которых совместно с курсантами речного училища проводилось чернение, комплекс запланированных работ уже перевыполнен. Андрей Жилин, Антон Карев, Новости провинции.